Нечто странное и непонятное творится в российском небе. После того, как воздушное пространство над дружественной нам Белоруссией было временно закрыто по решению Агентства авиационной безопасности, Москва до факта закрыла свое собственное для европейских авиаперевозчиков. Что это очередной хитрый план Кремля о том, как заступиться за своего единственного союзника на западном направлении, или же банальная российская нерасторопность? Давайте разбираться. Напомним, что формальным поводом вырезать Белоруссию из единого воздушного пространства Старого Света стало резонансное задержание оппозиционера Романа Протасевича, чья деятельность на родине признана экстремистской, и который обладает весьма любопытной биографией и кругом общения. Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, на котором летел Протасевич с его подружкой Еленой Сапегой, из-за сообщения о возможном нахождении взрывного устройства на его борту, был развернут в воздухе и в сопровождении истребителя ВВС РБ, припровожден в Минск. Бомбы не нашлось, зато эти два общественных деятеля оказались в руках белорусских спецслужб. Сей факт страшно рассердил всю западную и отечественную либеральную общественность. А Минску безо всякого разбирательства вменяют чуть ли не государственный терроризм. В результате до завершения международной правовой оценки властей Беларуси, полеты над ее воздушным пространством были временно запрещены. Вернее, европейским авиаперевозчикам было настоятельно рекомендовано воздержаться от них. Этим советом последовали ведущие западные авиакомпании. Стало быть, Белоруссию теперь необходимо как-то облетать, например, через Прибалтику или Украину, и дальше через нашу страну, в зависимости от выбранного маршрута, что означает увеличение времени в полете и издержек перевозчиков. И тут началось самое интересное. Сперва на отказ в полете из Парижа в Москву, в обход Беларуси пожаловалась компания Air France. Затем о невозможности вылететь из Вены в российскую столицу заявила австрийская Austrian Airlines. В МИД Австрии поспешно выразили свои реакции, нам абсолютно непонятно, что это привет из Кремля или просто так получилось. Нерасторопность. Пока что к этой банальной версии склоняется большинство отраслевых экспертов, которые не видят в деле политической подоплеки. Европейские перевозчики правы, поскольку следуют рекомендациям агентства авиационной безопасности Евросоюза. Но и Россия тоже в своем праве. Для получения разрешения на полет через наше воздушное пространство, авиаперевозчики делают официальные запросы, указывая такие параметры, как точка входа и желаемый перечень трасс. Российская сторона их изучает и одобряет, либо корректирует. Решение о временном прекращении полетов через Беларусь было принято во вторник, а со среды на Москву должны были посыпаться заявки о пересмотре маршрутов. То есть, у Air France и Austrian Airlines очевидно уже были на руках разрешения на полеты через белорусское воздушное пространство, но они захотели получить новое. Возможно, мы просто не успели по каким-то техническим причинам, отсюда и отказ. Правда, есть один нюанс, который ставит под вопрос реалистичность данной версии. Дело в том, что полеты в Евросоюз для России пока что закрыты из-за коронавирусных ограничений. Точнее, в Португалию, Мальту, Исландию или Сербию мы слетать как туристы можем, но не в Австрию или Францию. Отмененные рейсы, из-за которых начался сыр-бор, были чартерными, так называемыми вывозными. И что, прям такой завал вдруг образовался у российских диспетчеров, что не в состоянии перенаправить пару самолетов. Если так, то эта нерасторопность должна войти в легенду. Хитрый план. Если полеты из Европы в обход Белоруссии не возобновятся в ближайшие дни, то смутные сомнения начнут преобразовываться в версию о некоем послании Кремля своим западным партнерам. Сейчас популярна точка зрения о том, что в случае закрытия Москвой полетов европейцам в обход белорусской территории, Брюссель ответит нашей стране симметрично. Дескать, не дозволено будет российским авиакомпаниям летать в Париж или Вену. Допустим. Но что будет делать Европа, если Кремль вообще закроет все свое воздушное пространство для европейских авиаперевозчиков? Не будем забывать, что благодаря уникальному географическому положению, Россия является важнейшим транзитным перекрестком на пути из Европы в Азию и обратно. Не от хорошей жизни, а по необходимости авиакомпании Старого Света в год платят аэрофлоту по 300 миллионов долларов пролетных денег. Если им придется облетать еще и нашу страну, резко вырастет стоимость билетов, и тогда сократится пассажирский поток. Компании начнут нести еще большие убытки и разорятся, а многие из них и так еле держатся на плаву из-за коронавирусных ограничений. Итак, предположим, что Москва сознательно ввела негласный временный запрет на полеты в обход Белоруссии. Какие же цели она может таким образом преследовать? Допустим, призвать Запад забыть о его всесилии и вспомнить про свои же собственные либерально-демократические ценности. Например, о презумпции невиновности, о том, что надо сперва дождаться итогов международного разбирательства действий белорусских властей, а уж потом брать ее в транспортную блокаду. Да и не в блокаду, естественно, поскольку ограничительные меры должны быть более точечными. Ложиться непосредственно на ответственных лиц, а не на всю страну в целом, и соответствовать степени тяжести деяния. Хорошо бы, если бы и в самом деле оказалось, что Москва так вступилась за Минск.